Здравствуйте! В эфире информационный выпуск новостей. С последними событиями из жизни района вас ознакомят мои коллеги. В студии с вами Гузель Нарбутина. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В районе прошел молодежный образовательный форум Хайбулла-2016. Радостно, задорно и весело отметили жители села Михайловка. Замечательный праздник. Здравствуйте, односельчане! А теперь об этих и других событиях более подробнее. Весть с полей. По оперативным данным отдела сельского хозяйства района, на 9 августа зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 6900 гектаров, что составляет 10%, обмолочены на площади 3500 гектаров. Намолочено 6800 тонн. Средний урожай составляет 19,14 гектара. Прирост за день по уборке составил 3%, это не менее 1900 гектаров в день. В последующие дни эти показатели будут увеличены, так как в массовой уборке приступит большее количество сельхозтоваропроизводителей района. А зимые зерновые и зернобобовые культуры практически убраны. Сейчас идут и яровые культуры, и чмель, и овес. Хороший урожай зерновых и зернобобовых культур собирает в эти дни КФХ Власенко, ООО «Подольск», КФХ Шаяхметова и НТС «Зауралия Агра». Хайбуллинская земля богата на таланты. Так с 21 по 27 июля во Владимирской области проходила четвертая смена Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», которая была посвящена теме «Молодые специалисты в области межнациональных отношений». О масштабности этого мероприятия говорит тот факт, что перед участием выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. На Всероссийском форуме принимала участие и наша республика. Команда Ассоциации молодежных землячиц Республики Башкортостан, в числе которых был и наш земляк, член молодежной общественной палаты, врач-онколог Акиарской больницы Даян Султангужин, который получил не только новые знания, но и стал обладателем гранта в размере 200 тысяч рублей. Всего на форуме участвовало тысячи человек, каждый из них подавал заявку на участие в конвейере проектов. Конвейер проектов – это и есть тот конкурс проектов для получения каких-то грантов и других поощрений. На очный отбор были допущены 115 проектов, и из 115 проектов, получается, отобрали 23 проекта, которые получили грант. В том числе и наш проект, проект Ассоциации молодежных землячиц Республики Башкортостан, проект называется «Наследие Урала». Конечно же, проект сам по себе он сложен, но, слава богу, у нас очень большой коллектив, актив Ассоциации молодежных землячиц, которые есть и много партнеров, и физических лиц, которые заинтересованы в проведении подобных мероприятий. Мы в течение двух лет это мероприятие делали, показали, что проект живой, что он востребован. Это увидели и эксперты на Всероссийском форуме «Территория смыслов», которые также поддержали в виде гранта, а также всевозможными другими информационными возможностями они поддержали. Есть даже эксперты, которые пожелали уже на следующий год приехать на этот форум. 6 и 7 августа вблизи деревни Янтыжево Хайбуллинского района проводился молодежный образовательный форум «Хайбула-2016», организаторами которого выступили отдел социальной, молодежной политики и спорта, молодежно-подростковый клуб «Нур», местное отделение общественной организации «Молодая гвардия», землячество студентов Хайбуллинского района в городе Уфе. Артур Ахметов участвует в подобных форумах не первый раз. Совсем недавно в составе делегации Хайбуллинского района ездил на форум республиканского уровня. Признается, что подобные встречи очень полезны. О данном форуме я узнал из районной газеты, когда на первой полосе вышло объявление о том, что будет проводиться данный форум. Меня очень это заинтересовало. Я жду полезной лекции от спикеров. Хочу поучаствовать в поучительных мастер-классах. Также хочу посетить квест. Этот крупный молодежный форум района собрал самых активных и талантливых молодых людей района. В течение двух дней участники форума посетили мастер-классы, обучающие семинары, тренинги, веревочный курс, встречались с известными личностями района в разных сферах деятельности. Что из себя представляет этот форум? Это в первую очередь образовательное направление, то есть когда люди уже с опытом, спикеры, эксперты делятся своим опытом, делятся со своими знаниями, навыками, для того, чтобы ребята смогли получить необходимые знания для будущей успешной жизни. А также этот форум направлен на объединение этих ребят, которые приехали на этот форум. То есть проводятся тренинги на команды образования. А также на этом форуме будет проводиться социальное проектирование, когда ребята сами проектируют, разбирают, анализируют какую-то проблему и предлагают какое-то решение. Беседа была очень интересной, плодотворной. Ребята задавали действительно такие умные, конструктивные вопросы. Видно, что в целом уровень представлений, значит, Кургозора по данному направлению у молодежи достаточно широкий. Я же от этого форума активизацию нашей молодежи, нашего Хайбульмского района, и также поделиться опытом организаторов, которые были на различных форумах, на республиканских и международных. Также могу сказать, что группа наших активистов была в городе Ак-Тубе, Республика Казахстан, на слете сельской молодежи был форум молодежный. Также «Золото тюрков» был всероссийский форум, который проходил в городе Ухве. И наш активист проходил и принимал участие в всероссийском форуме «Территория смысл». Также там выиграл денежный грант по Российской Федерации. Цель данного форума – привлечение молодежи в общественную жизнь и решение актуальных задач в сфере государственного и муниципального управления, бизнеса, формирования общественных инициатив, проектной работы и социально-экономического развития района. Все участники и гости форума получили колоссальный заряд энергии и позитива и остались довольны проводимым мероприятием. Фаниля Башнирова, Альберт Узбеков, Ильинур Крымгужин, Служба новостей. Важная информация для работающих пенсионеров. С 3 августа работающие в 2015 году пенсионеры республики начнут получать пенсии в повышенном размере. Отделением пенсионного фонда по республике Башкортостан своевременно проведены все работы по ежегодному августовскому перерасчету размеров страховых пенсий работающих пенсионеров. Сведения о начисленных взносах за 2015 год были представлены работодателями и разнесены пенсионным фондом на лицевые счета застрахованных лиц. Перерасчет пенсий производился автоматически, без заявительного порядка. В новых размерах пенсии получат более 1300 пенсионеров нашего района. Финансированные расходы на выплаты пенсии обеспечены в полном объеме. В отличие от традиционной индексации страховых пенсий, когда их размер увеличивается на определенный процент, размер прибавки в августе должны в каждом случае индивидуальны и зависят от периода работы и суммы страховых взносов, поступивших от работодателя в пенсионный фонд. Размер максимальной прибавки равен сумме трех пенсионных баллов. То есть эта сумма составляет 222 рубля 81 копейка. С 1 февраля 2016 года стоимость пенсионных баллов составляет 74 рубля 27 копеек. Если 74 рубля 27 копеек умножаем на 3, получается 222 рубля 81 копеек. Согласно графику, выплата пенсии будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа. В кредитной же организации перечисления средств будет осуществлено, установлен договором сроки. Радостно, задорно и весело отмечали на минувшую неделю жители села Михайловка замечательный праздник «Здравствуйте, односельчане!». На торжественные мероприятия пришли не только местные жители, но и съехались многочисленные выходцы из села, покинувшие волей судьбы место своего рождения, беззаботного детства и юности. Наш корреспондент продолжит тему. С раннего утра у Китаевых суета. В дом, который в обычные дни полон гостями, сегодня все съезжаются на праздник. Народу много бывает. Одна уедет, другая приедет. Хозяйку дома Сарио Китаево односельчане знают как трудолюбивую женщину. Всю жизнь проработавши продавцом на заслуженном отдыхе, она полностью посвятила себя домашним хлопотам. Теперь она рукодельница, световод и хозяйка личного подворного хозяйства в одном лице. К тому же все вокруг наслышаны о ее вкусной срепне. «Мы держим скотину, за счет скотины живем. Бывало и шесть коров, сейчас в данный момент держим трех коров. Хватает и птиц. До осени у нас 80 утей, это и бройлеров, и домашние овцы, кура есть. Можно жить в деревне, хотя работы нет, можно реализовать свою продукцию. Сажаем много картошки, лишние тоже продаем. Огород большой у нас, соленье, варенье. У нас лес богатый, вот в этом году, хотя пока грибов мало, но мы находили черемуху». Плюс ко всему, Китаевы ведут здоровый образ жизни. Зимой на лыжах, летом на велосипеде. А прогулки в лес – любимые занятия всего семейства. Про свою родную деревню Китаевы говорят – рай для души. Правда, в поисках работы молодежь в основном уезжает в города. На сегодняшний день постоянных жителей у Михайловки не более 40. Летом их количество увеличивается за счет дачников. А на праздник и вовсе съехались более 200 человек. Это многочисленные выходцы из села, покинувшие волю судьбы место своего рождения, беззаботного детства и юности. «У нас здесь свекор со свекровью жили. Они отсюда родом. Его сын, я его жена. И вот мы приобрели дом здесь, купили. Ну, как бы родина теперь наша. Мы сюда ездим, дети наши ездят, внуки ездят. Мы любим Михайловку. Добрые, хорошие люди здесь. Согласованность, какое дружелюбие. Лес рядом, речка рядом. Ну, что еще для счастья надо, чтобы все живы и здоровы были». Наталья Михайловна, как сама говорит, молоденькой девушкой приехала сюда работать учителем. Здесь и познакомилась с своим будущим супругом. Но вскоре школу закрыли. Поэтому в 1972 году с семьей пришлось уехать. Несмотря на то, что сих пор прошло менее полвека, Самохина до сих пор скучает по родной деревне. «Ну, приезжаем навестить родителей. Здесь родители похоронены. Приезжаем, друзья здесь живут. Вот рядом стоит. Только мало осталось. Вот у товарища, вот у Вани, бабинцевой матери. Я на квартире жила первое время, пока замуж не вышла. А потом замуж вышла за Петра. Они очень работящие люди здесь живут и жили. Это настоящие труженики. Вот врачи держатся на таких людях, как здесь в деревне люди живут». Жители деревни Михайловка начали готовиться к празднику еще с весны. Никто не остался в стране. Ремонтировали свои дома, обновляли и красили заборы. А в день праздника на улице накрыли общий стол для гостей. С хлебом и солью, пирогами встречали своих земляков, покинувших когда-то родные места. «Сегодня же праздник села. Сегодня будем встречаться со всеми, кто здесь раньше жил. Все же поразъехались, а молодежь в свое время уехала в город жить. А теперь вот все встречаемся. Сегодня всей дружной семьей будем праздновать День села». «К этому празднику у нас подготовка шла давно. Готовились мы всей деревней. У нас засыпали улицы, кладбище, ремонт, все оградки делали. Деревни, всей деревней помогали, никто не отказывался». «Мы – односельчане села Михайловка. Хотим поблагодарить нашего спонсора, нашего предпринимателя, нашего фермера, нашего жителя нашей деревни. Он здесь жил, вырос сам. И большую, огромную помощь оказывает село. Шигаранов Юрий Иванович – это отличный человек. Мы ему от всего села, от всего села говорим спасибо, огромное спасибо. И желаем ему процветания, успехов в его труде, нелегком, конечно. И деревни, чтобы наша возродилась, и хотелось бы, чтобы смех и песни были в нашей деревне». Основная часть праздника прошла на улице. На специально построенную сцену поднимались руководители фермерских хозяйств, представители местной администрации и отдела культуры. Особое внимание уделяли ветеранам труда, юбилярам и тем, кто сегодня живет с заботами о благополучии своей малой родины. Честные перемежались с номерами художественной самодеятельности. Фаниля Баширова, Альберт Узбеков и Илья Карамгужин, Служба новостей. Это были последние новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»